Субтитры создавал DimaTorzok Вадиму Седову казалось, что это именно то, что нужно. В мирное время людей должен защищать прокурор. Это было то, о чем он мечтал. Жаль, что режиссеры редко показывают истинное лицо любой профессии, избегая подводных камней. Это очень тяжело. Работник прокуратуры в первую очередь должен быть очень хорошим психологом. Фактически работа прокуратуры делится, если грубо говорить, на две части. Это общий надзор, то есть это надзор за федеральным законодательством и надзор за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов. Отдельно у нас получается уголовно-судебный надзор, то есть это поддержание государственного обвинения в судах общей юрисдикции и уголовных судах. Сами понимаете, достаточно тяжело, предположим, прийти в суд и сказать, что прошу назначить ему наказание в виде 12, 15, 20 лет лишения свободы. Потому что все мы понимаем, вот здесь в зале сидит мама плачет, бабушка плачет, дети плачут. И работник прокуратуры, вот как бы у него сердце не сжималось, он должен принять единственное верное справедливое решение. Выбор профессии был сделан. Вадим Седов успешно заканчивает школу и едет поступать в Санкт-Петербург. Поэтому сразу после школы, соответственно, я поступил в Институт внешнеэкономических связей, экономики и права, который находится в Санкт-Петербурге. И уже обучаясь на старших курсах, я стал работать по специальности. Сначала я работал на заводе юрисконсультом в городе Кингисеп. После этого в администрации юрисконсультом, потом старшим юрисконсультом. Потом перешел работать в Государственную инспекцию труда в Ленинградской области. Работал правовым инспектором. Работая в инспекции, я познакомился с работниками Кингисепской прокуратуры, так как мы часто вместе ходили на проверки, то есть проверяли трудовое законодательство на предприятиях всех форм собственности. Получается, прокурор не только профессия, это должность. И для того, чтобы из начинающего юриста получить прокурора, понадобится время. И вот работу молодого юриста Вадима Седова оценили, заметили и пригласили на работу в Кингисепскую прокуратуру. Вадим Львович работал по моим началам старшим помощником прокурора. Ну и впоследствии, когда прокурором Сланцев стала Владовиченко Ольга Евгеньевна, Вадим Львович Седов вместе с другим моим старшим помощником, Пориным Павлом Викторовичем, два гренадера, Два умных, талантливых, молодых, так сказать, человека, Хороших прокурорских работников, были направлены в город Сланцы Для кадрового усиления назначенного Сланцевского городского прокурора. Мне было тяжело с ними расставаться, потому что это, в принципе, Ведущие мои были старшие помощники. Ну, как в воду смотрел, называется. Шесть лет назад, в свой день рождения, Вадим Львович Седов вступает на должность заместителя Сланцевского городского прокурора. С первого момента показал свои деловые качества, свои человеческие хорошие уровни качества. И, кроме этого, конечно, он сразу же утвердил свою вот такую принципиальную, стойкую позицию работника прокуратуры. Ну, без такого качества, я считаю, что вообще надзорная деятельность прокуратуры, она вообще не смогла бы существовать. С уверенностью говорю, что Седов Вадим Львович – это тот человек, который действительно пришел сюда, наверное, по призванию. Он бы мог работать в любой сфере деятельности, поскольку он является очень грамотным во всех областях. Очень важная профессия, связанная с бессонными ночами, бесконечными командировками, поздними возвращениями домой. Сколько же нужно знать, понимать, чтобы не ошибиться, не поломать чью-то жизнь, не обвинить невиновного и не оправдать виноватого. Так что знай наших, Сланцевский район. Отвлекаются семья, рыбалка, лес. Ну, как еще можно отвлекаться?